Шумбрачи и алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Шумбрат. Раф» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучший учитель родного языка. Преподаватели родного, ирзианского, русского, татарского, чувашского языка демонстрировали свой профессионализм, педагогические умения, компетентность и практический опыт в работе с детьми и с родителями. Были представлены эффективные методики, приемы, организации процесса воспитания и обучения родным языкам и родной литературе. Родной язык – это хранилище духовности и истории народа. Родной язык – это связь поколений и память поколений. Сегодня в студии у нас в гостях призеры конкурса «Лучший учитель родного языка», учителя родного ирзианского языка Егор Кижаев и Наталья Оргина. Добрый день. Наталья Дмитриевна, Егор Александрович, вот вы педагоги. Вы наверняка знаете ответ на вопрос, зачем же в современном мире нужен родной ирзианский язык? Язык – это символ культуры, это богатство. И чем человек больше знает языков, тем он духовно богаче. Кроме того, следует отметить, что не зная своего языка, не соблюдая духовной ценности своего родного народа, очень трудно формировать личность гражданина нашего многонационального государства. Поэтому будущий гражданин – это наш сегодняшний ученик. И уроки родного языка, я считаю, что в этом играют немалую роль. Егор, как вы думаете? Ну, я думаю, язык – это, во-первых, душа народа также. Нужно знать свой язык и также уважать свой народ, свою культуру. Прививать детям это сначала, как раз со школы мы это и начинаем делать, прививать любовь к народу своему. Вы – участники конкурса. Поделитесь впечатлениями и расскажите, что же это творческое соревнование дало именно вам, как педагогам? Ну, любой конкурс – это, конечно, очень сложно, волнительно, но в то же время интересно. Конкурс, он дает и общение, и обмен опытом с коллегами. Для меня это тоже был большой опыт в плане профессионального роста. Мы очень много общались с коллегами, познакомились с их интересными методиками. В частности, вот у Егора Александровича мне понравилась его такая изюминка, как арт-сури – это рисование нитками. У Веры Васильевны Лешиной мне понравился ее метод, который она использует – это буктрейлер. Поэтому в дальнейшей своей работе я постараюсь тоже применять эти изюминки. Вы историк и филолог по образованию, но все же взялись преподавать еще один предмет – предмет родного языка. Почему? И где вы изучали вот ирзянский именно язык? Ну, в 2011 году наша школа стала региональной инновационной площадкой по поликультурному образованию. И было решено в нашей школе вести уроки родного ирзянского языка. А так как я являюсь носителем ирзянского языка, то вопрос о том, кто будет вести уроки родного языка, решился сам собой. Ну, у меня все началось очень, наверное, давно. Это как раз когда я только был в девятом классе. Меня взяли писать как раз в олимпиаду по ирзянскому языку. Я был все-таки носителем этого языка, ну и есть носитель этого языка. И как раз в девятом классе я стал победителем олимпиады. В итоге поехал на межрегиональный этап, там тоже стал призерами. После этого мне понравилось участвовать в олимпиадах. То есть как раз был в два раза призер на межрегиональном этапе. И после этого меня как раз позвали в Мордовский государственный педагогический университет имени Макара Исевича Евсеева. Как раз меня позвали в Мордовский государственный педагогический университет имени Макара Исевича Евсеева на факультет филологический. Как раз мы изучали русский язык, родной язык и литературу родную. Ну и как раз после пяти лет учебы там, я понял, что мое призвание это быть учителем родного языка, также русского языка. И в итоге думаю, надо развивать свою баевскую школу, свою родную школу, не забывать. Поэтому я пришел обратно к своим истокам. Молодец, похвально. На конкурсы, как правило, выставляются свои личные методики, что-то интересное и какие-то знания. Вот сначала мы посмотрим сюжеты ваших, как это называется, визитки, да, визиток. А потом вы нам расскажете о личных своих достижениях и каких-то новшествах в своей работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У каждого человека своя жизнь и своя судьба. У кого-то она как зебра, то черная, то белая полоса. У кого-то серая, тусклая и однообразная. А моя жизнь яркая, разноцветная. Ни один день в ней не похож на другой. В 2011 году наша школа стала региональной инновационной площадкой по поликультурному образованию. А так как я родилась и выросла в исконно-мордовской семье, где оба родители говорят на мордовском языке, и эту речь я слышала с детства, то вопрос о том, кто будет преподавать родной мордовский язык, решился сам собой. Каждый день, открывая школьную дверь, я прихожу в класс для того, чтобы научить детей добиваться успеха, не забыв при этом культуру и традиции своего народа. Порой бывает очень трудно, иногда просто опускаются руки, но каждый раз, анализируя ситуацию, ищу пути для ее решения и продолжаю двигаться вперед с новыми силами. Стараясь шагать в ногу со временем, я владела техническими средствами обучения, навыками составления презентации, информационно-коммуникативными технологиями. Прихожу обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, провожу мастер-классы, делюсь опытом с коллегами. Полученные знания помогают мне делать уроки не только интересными, но и познавательными. Наталья Дмитриевна, вот скажите, чем же вы, как думаете, очень интересны ваши уроки детям? Как вы их заинтересовываете? Ну, на уроках мы с ребятами, кроме того, что традиционные формы использую, мы с ребятами и поем на уроках, отгадываем загадки, играем, ходим в наш школьный музей на базе школьного музея, проводим очень интересные уроки. Мы готовим небольшие проекты с детьми, например, ребята совместно с родителями шьют национальные куклы. Егор Александрович, вы молодой специалист в школе, всего два года как преподаете. И вы уже успели побывать на конкурсе, и вы уже успели, как Наталья Дмитриевна сказала, уже что-то, какую-то изюминку внести в свое преподавание. Расскажите, пожалуйста. Ну, мой мастер-класс был на конкурсе, это из-за нить называется, либо по-ярзиански арт суре, то есть как в переводе арт – это рисовать, а суре – это нитки. То есть рисовать нитками. Там мы берем дощечку небольшую, квадратную, например, ну, примерно 15 на 15 сантиметров, и прибиваем, например, гвоздиками. И потом вокруг, ну, то есть по какому-то, например, изображению прибиваем гвоздики, и потом по этим гвоздикам вводим нитками, чтобы получилось какое-либо изображение. Это детям очень нравится, это развивает их моторику рук, ну, и также, так сказать, придает немного веселья на урок, например, кому-то кто-то новое придает. И после этого, например, могут сверху нарисовать слово по-ярзиански, и это очень, думаю, надолго запомнится им. – Скажите, пожалуйста, какие проекты по изучению ирзианской культуры проводятся в ваших школах? – Ну, на базе нашей школы села Живайкино, Барышевского района, вот уже несколько лет проводится такой фестиваль-конкурс, как «Национальное наследие». Это не только районный, а уже теперь и межрайонный конкурс. На него приезжают ребята и мордовской, и чувашской, и татарской национальности. Они привозят с собой свои песни, танцы, готовят национальные блюда. Всем этим, все это они показывают друг другу. Бывает очень интересно, весело, ярко. И из года в год ребята с удовольствием к нам приезжают на этот праздник. – Егор, скажите, пожалуйста, в своей семье вы разговариваете на ирзианском языке? – Да, конечно, мы разговариваем и в своей семье, и также, например, если я вижусь с друзьями, то есть тоже разговариваем, скорее, большинство даже на ирзианском языке. Так как у нас Баевка – это все-таки ирзианское село издавна, поэтому мы многие разговариваем на ирзианском языке, также, например, с бабушкой, с дедушкой. Ну и, конечно, я детей тоже прошу разговаривать дома их на ирзианском языке, с родителями хотя бы немного. Но они потом говорят, да, я, например, разговаривал с родителями немного, спросили, например, куда тефть у меня спрашивают. То есть им это нравится, особенно вот с дедушками, они с бабушками много разговаривают. – Это же интересно, да, со старым поколением об этом разговаривать на языках. – Егор Александрович, Вы преподаете совсем немного, но какие-то достижения уже Ваших учеников есть? – Да, конечно, есть. Как в прошлом году, так и в этом году были достижения. В прошлом году, например, у нас участвовала на областном уровне одна девочка, ученица 10 класса, в то время была Синдюкова Мария. Она заняла, если не ошибаюсь, второе место. То есть это очень высокий результат, все равно в области. А в этом году даже еще лучше, то есть ездили уже две девочки. Как раз одна 10-классница Буртаева Алена, она заняла второе место, призер тоже. И также Синдюкова Мария, она заняла первое место. И теперь поедем как раз на межрекиональный уровень, там добывать дальше победы, надеюсь. – Похвально, молодцы. – Спасибо. – Хотелось бы спросить, что вы пожелаете коллегам, которые выполняют эту благородную миссию, помогают ребятам изучать родной язык? – Ну, пускай, уважаемые коллеги, продолжают изучать родной язык с детьми. Говорят детям, чтобы они не стеснялись говорить на родном языке, чтобы язык стал достоянием, гордостью. И нужно, берегите родной язык и храните его. – Спасибо. – Ну, они еще, наверное, не боятся. Самое главное – браться за что-то новое постоянно. Что-то новое прививать с детям, например. – И не стесняться говорить на родных языках, да? – Да, все-таки, наверное, не стесняться. Самое главное – это. – Спасибо. – То есть, если ошиблись, например, ничего страшного, можно исправиться так же. – Да. – На ошибках учится, как говорится. – Дорогие педагоги, я вас благодарю за то, что вы пришли к нам на программу, за то, что вы участвовали в конкурсе, за то, что стали призерами. Я вам желаю участвовать и в других конкурсах высшего ранга, и также становиться призерами. – Сюк-пря, вас там азанок. – Сюк-пря, вас там азанок. – А я прощаюсь с вами сегодня и хочу напомнить, что наша программа выходит по пятницам на канале Уллправда.ТВ. В записи ее всегда можно посмотреть на сайте Уллправда.ру. До свидания, вас там азанок. Субтитры создавал DimaTorzok